Этот бой. Раунд 1. И Виктор Выхрис сразу пошел вперед. Резкая двоечка. Резкая двоечка. Резкая двоечка. Резкий боксер пока ничего не смог соорудить в атаке. Так только защищается. Он медленнее, на мой взгляд, украинского тяжеловеса. Резкая двоечка. Поменял стойку Выхрис. И снова становится свою традиционную. Не может определить, найти дистанцию. Северский боксер. Выход диктует условия. Заканчивается первый раунд, который прошел с преимуществом. Боксер из красного угла у Виктора Выхриста. Не отрывай, ё-моё. Не отрывай, ё-моё. Снова нас отправили. Замечательный парк в Минске. Прогулка была недолгой. Мы снова во дворце с портом Уречья. Прогулка был автор. Прогулка. Прогулка. 100 млд, �ож 이� run. 2 удары. 2 удары. 2 удары. Воход! Водоприкор. 1 удары. 6 удары. 2 удары, 2 удары. centered. Светлана. 3 ударов. Correct switch. 2. Бросается вперед сербский боксер. Ребит по затылку. Бросит рефери с Казахстаном украинцам. Вообще по протоколу, который у меня, первым должен был составиться бой Аванессяна, боксера из Армении, тяжеловеса против соперника из Германии. Ну, поставили вот эту пару. Можно сказать, чем это связано. Минута до конца второго раунда. По-прежнему преимущество на стороне украинского боксера. Спокойно он ведет бой. Он понимает все, что делает соперник. Он побыстрее, поточнее. И, в принципе, можно сказать, что по итогам двух раундов побеждает, в общем-то, не особо напрягаясь, я бы сказал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все равно концентрацию терять нельзя. Как банально это не звучало бы каждый раз из уст комментаторов. Ну, это супертяжелый вес. Один шальной удар, лаки-панч, как принято называть, это в боксе, может все перевернуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что тут могут посоветовать боксеру из Сербии? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он почти по всем параметрам уступает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В техническом плане и в скорости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Не рискует сейчас совершенно украинский боксер. Спокойно работает на дистанции. Понимает, что два раунда выиграны. Сейчас особенно рисковать нет смысла. Нечаянно получить удар головой или самому налететь на голову сопернику. Ни к чему. Поэтому дистанцию не сокращает. Работает экономно. Главное не дать часу ничего сделать соперникам. Ну а сербский боксер так ничего толком не смог придумать. Не нашел никакого противоядия в этом бою. Еще раз скажу. Выход так легко. В общем-то. Точнее не сложно. Было для него этот бой. Ну куда он опустит голову? Куда он гадается? Еще более чем убедительно. Напомню, что у Верясова выход с выиграл со счетом 5-0. Но там все-таки было посложнее. Вот так вот. Опять опустив голову, куда-то глядя в пол бросается вперед сербский боксер. Пытается вот эти дальние длинные боковые удары довести до цели. Но скорость не та. Резкость не та. Старт не тот совершенно. Хорошая заявка. Не только на выход в полуфинал. Вот так. И так вот. Скрытый претендент на золото. И второй фест. Ну вот. Такая концовка. Опять куда-то бросается. Бабич. Тут же получает еще прямой челюсть. Гонг. Бой завершен. Ни малейшего шанса не дал украинский боксер своему оппоненту. Ну, собственно, так и должно было быть, когда мы увидели, да, вот в этом противостоянии какая разница в классе. Вот смотрите, один боковой все-таки у Бабича дошел до цели. Даже чуть-чуть так заставил покачнуться у Вихриста. А это ответ украинец. 5-0 в пользу. Боксеры из красного угла. И на гласное решение. И на радость его своим болельщикам. Виктор Выхрест в полуфинале. А одержал боксер из красного угла. Виктор Выхрест. Украина. Бабачкера. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...